Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop TV. Мы сегодня приехали в гости, в гости в компанию ProSnow, чтобы посмотреть вживую новинки следующего сезона. Из таких новинок интересных, что мы с вами можем наблюдать? Нелла Само, я считаю, что действительно сделал очень крутой подарок, подарок девчатам, сделав очень крутую универсальную доску. Она называется West Lady или Lady West. С действительно мощным, крутым дизайном. Теперь на Lady West мы с вами наблюдаем действительно крутой Fusion Rocker Camber ProGee. Также, собственно, доска поменялась немножко в геометрии. Мы теперь получили небольшой тапперед в 5 мм, что, собственно, позволит лучше всплывать в глубоком снегу. Ну и опять же, что добавит еще больше универсальности. Действительно, доска крутая. Ну, а, собственно, West – это, конечно, один из самых крутых универсалов у Neva Sama. И теперь есть, собственно, женская версия. Действительно, еще хочется повториться крутым, очень крутым дизайном. Соответственно, West Bound – новая доска абсолютно для Neva Sama. Действительно, получила глобальные изменения в сезоне 19-20. Первое, конечно, что хочется отметить – это новый прогиб. Прогиб из Шейпер серии. Теперь у нас на West Bound Fusion Rocker Camber. А тайперед в 5 мм, что позволит, опять же, еще лучше всплывать. Единственное, что осталось от легендарного West – это все та же мощная и крутая универсальность. Очень круто. Поэтому я думаю, что, когда придет время тестов, оно обязательно придет, с удовольствием поделюсь с вами, собственно, эмоциями, которые будут именно вызваны катанием. Сейчас, конечно, пока все-таки такой визуальный эффект. Потому что, опять же, хочется сказать, что доски действительно в этом сезоне поменялись. Поменялись. Поменялись в плане дизайна. Кто следит за брендом Neva Sama, кто катается на бренде Neva Sama, наверняка знают, что дизайн уже на протяжении последних 10-15 лет. Он был такой достаточно лаконичный, достаточно узнаваемый. Сейчас он тоже узнаваемый, но все равно мы видим какую-то такую новую. Новые какие-то такие ощущения, новые цвета. Свифт, легендарный Свифт, вообще для бренда Neva Sama, модель именно Свифт, она такая знаковая, можно сказать, название Свифт. Это самое первое название, которое было у братьев Тима и Трейси Кеннедой, когда они начали делать сноуборды. Это потом они уже сделали Neva Sama. Вот самая первая, Свифт, это такая, действительно, можно сказать, Даскард начальник Шейпер серии. И она, действительно, имеет такой очень крутой дизайн, направленная ракета для фрирайда. И, собственно, действительно, регалий у этой модели очень много. Собственно, Maverick Shaper серия, такой дизайн, отсыл к серфу, поскольку пальмы, ураган, выглядит все, опять же, очень круто. И говорит нам о том, что эта доска, конечно, плотно связана с серф, с фрирайдом, с катанием в паудере, с катанием, собственно, в снежных, с катанием в снежных волнах. Друзья, конечно же, по прошествии последних двух сезонов, очевидно, что Шейпер серия от Тима Кеннедой, собственно, создателя, сооснователя бренда Neva Sama, стала очень популярной. И модель Maverick выделяется, конечно, на этом фоне очень ярко, представляя из себя новую школу, новую школу универсальности. Также из таких новинок интересных доска гипстик. Это новый парковый сноуборд. Я думаю, что эта доска такое сочетание в модели Warlock и Fan Slinger. Такой твинтип на оригинал рокер кембер с жесткими тейлами за счет, опять же, усиления карбона. Поэтому очень крутые воли, щелчок. А при этом центр доски достаточно мягкий. Поэтому можно гнуть прессы, запрыгивать на перила. И несмотря, собственно, на такой парковый характер, дипстик все-таки позиционируется самим брендом, как универсальный сноуборд, на котором круто будет врываться и в паудер, и карвить, и делать какие-то баттер-трюки. Собственно, как всегда, очередной универсальный сноуборд. Первые ощущения, конечно, вызваны дизайном. Эмоции, собственно, от внешнего вида сейчас у меня от этих досок. Здесь, как всегда, сделано все очень круто. В Колорадо, в Денвере, в Америке, вручную. Первый взгляд, первый взгляд, но, по крайней мере, уже он такой осязаемый, ощущаемый. Действительно, доски очень крутые, такие же, как были и на картинках. А сейчас я вам расскажу про крепление Flux. Друзья, ну и вот, собственно, Flux или Flux, как нас поправляют. А еще есть еще одно слово произношения, которое мне очень нравится. Японцы говорят «факцо», то есть у них нету просто буквы «Л», и поэтому «факцо», поэтому можно говорить даже так. Но, смотрите, из таких действительно ярких новинок модель, модель PR действительно получила такой полноценный рестайл. Это касается и базы, это касается и хайбека, это касается и педаль газа, и новых стреп. Модель PR у нас теперь абсолютно другая. Не похожая на старый, уже классический, уже всем полюбившийся PR. Во-первых, крепы стали кардинально легче, это прям действительно чувствуется. Новая такая, действительно, база с достаточно интересной формой. Очень крутой хайбек, из таких особенностей хайбек действительно очень жесткий. Опять же, для фанатов жестких креплений это действительно недорогое, но, опять же, достаточно жесткое крепление. Уже зарекомендовавший себя Waffle Strap, то есть, однокомпонентный стреп, уже все практически бренды перешли на такую технологию, потому что действительно она себя оправдала. Она доказала свою, скажем так, действительно универсальность, надежность, комфорт, который, собственно, мы получаем. Опять же, фирменные Buckley перешли уже на самую младшую модель с открывашкой. Но, действительно, очень крутое крепление. Я думаю, что достойный вариант. И самое интересное, что полноценное обновление младшей модели. То есть, опять же, моя любимая тема, то есть, примерно вот такое же крепление 3 года назад можно было бы назвать топовым или средним. Сейчас это самая младшая модель. Технологии, друзья, действительно не стоят на месте. Модель ESR, ESR, серф серия, такое, скажем так, название, также выглядит очень круто, также выглядит очень лаконично. И платформа Photon с пробкой под ламинатом, и база трансфер жесткая. Единственное, что в этом сезоне хайбэк уже не такой мягкий, потому что, действительно, в прошлом сезоне, еще для кого-то этот сезон, хайбэк уж очень был мягкий, потому что он был полностью из уритана. Ну, они вот сейчас немножко его все-таки усилили, но при этом они оставили такой же его маленький, небольшая симметрия. И поэтому, конечно, такой серф-крепление для тех, кто любит серфить по снегу. Также полностью, можно сказать, обновился хайбэк у серии XF. Это такая, опять же, жесткая линейка, жесткая универсальная серия внутри бренда Flux. При этом хайбэк теперь полностью симметричный. Самые топовые верхние крепления, XF, собственно, является верхним креплением, они сделали с полностью симметричным хайбэком, но при этом с достаточно крутой боковой поддержкой. Ну и, конечно, очень крутой, очень крутой дизайн. Мне прям он действительно очень понравился, очень отошел. Досками Neva Sama я думаю, что выглядеть будет очень бомбически. Друзья, вот такой обзор. Спасибо, что смотрели. Получилось, собственно, выбраться, приехать, посмотреть на новинки будущего сезона. Очень круто всегда, скажем так, в такое время, сейчас февраль месяц, посмотреть уже, подержать в руках, что, собственно, будет продаваться в следующей зимой. Ну и, конечно, скажем так, рассказать вам о таких первых впечатлениях. Друзья, спасибо, что смотрели. Ссылки на наш сайт, на другие видосы находятся внизу. Ну а с вами, как всегда, был EpicboardShopTV. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока!